Музыка Итак, внимание, дети! С огромным удовольствием я объявляю общешкольный театральный фестиваль сезона 2011-12 года открытым! Наш фестиваль, ребята, стал уже настолько огромным, что мы с вами не умещаемся даже в три дня. Фестиваль стартовал вчера. Вчера мы посмотрели два спектакля. Это был спектакль третьего класса А. Это был великолепный спектакль шестого класса В. И сегодня у нас такой мощный день театральный и завтра, но на этом театральный фестиваль не заканчивается, потому что еще во второй половине января, я надеюсь, что мы будем иметь удовольствие, увидеть спектакль начальной школы и двух одиннадцатых классов. Вот так вот масштабно развернулось наше творчество. Но этому можно только радоваться, я думаю, что вы со мной согласитесь. Мы с вами сегодня на этом уроке смотрим два спектакля. Первыми на сцену выходят артисты седьмого класса А, в исполнении которых мы увидим постановку по замечательному рассказу Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством». Тишина в зале полная. Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ночь наступила. Глянули смесли. Месяц Веричава поднялся на небо посвятить добрым людям и всему миру. Морозило сильнее, чем с утра. Но зато было так дихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа ребят не показывалась под окнами хат. Месяц один только заглядывал в них украдкую, как бы вызывая принарядившихся девушек, выбежать скорее на скрипучий снег. И что людям сдумывается расслаблять, будто я хороша? Я совсем не хороша. Разве эти черные злоби очи так хороши, что они травмят на всем белом свете? А эти русские кофе? Нет, я совсем не хороша. Хотя нет, конечно же, хороша. Просто чудо. Чудная девка и хвостоства малость. Часто их глядя в зеркало, да не налюбуется. И хвалит себя вслух. Зачем ты мне шел сюда? Разве хочешь, чтобы выгнался при лопатую? Не сердись ты меня. Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя. Кто ж тебе запрещает? Говори, гляди. Позволь мне сесть рядом с тобой. Пойди, брось. Ты весь пахнешь дымом. И всю меня обморал своей сажей. А правда говорят, что твоя мать ведьма? Что мне до матери? Ты мне и мать, и отец, и все, что дорого мне на свете. Видишь, какой ты. Однако девчата не приходят. Мне становится скучно. Что ж мне делать? Она издевается надо мной. Я-то некая рыжавая подкова. Гид, найдёшь тебя. О, Адарка, какие у тебя чудные червички из золота. Как же тебе повезло, Адарка. У тебя такой человек есть, который тебе всё покупает. А вот мне некому достать такие червички. Иду же, моя ненаглядная Оксана. Я достану тебе такие червички, которые редкая паночка не носит. Ты? Где же ты не достанешь такие червички, которые я бы могла надеть на свою ногу? Если те самые, которые носят чарица. Видишь, как я захотела. Ты, Адарка, будь свидетельницей. Если худнец Вакула принесёт мне такие червички, я выйду до него замуж. Что ж, Оксана, дурачь кого-нибудь другого. Прощай. Куда это ты, Вакула? Прощайте. Не увидимся мы больше на этом свете. Не поминайте лихо. Тут через трубу Вакуловой хаты клубами повалил дым и пошёл тучей по небу. И вместе с этим поднялась ведьма верхом на метре. Это была Солоха, мать Вакулы. Она поднялась так высоко, что одним только чёрным пятнышком мелькала вверху. Вдруг с противной стороны показалось другое пятнышко. Увеличилось, стало растягиваться. И уже было не пятнышко, а просто чёрт. Встретившись, они вместе улетели в трубу. Мешки Вакула принёс. Сам принёс, сам и унесёт. Подам, пожалуй, дирочку. На тебе. Ох ты. Ахвари. Шучит кто-то. Ахвари. Это пузнец, слышишь, Солоха. Невай меня куда хочешь. Полезай, мишок. Что ж, никак не выбиться из ума моего. Это негодная Оксана. Не хочу о ней думать. Да всё думается. О, мешки. Скоро праздники, а в избе полно всякого ворохла. Отнести их, что ли, в кузницу? Какой чёрт. Мешки, как будто потяжелели. Пойду-ка я к пацуку. Я слышал, он знаток всех чертей. Чёрт запрыгал в мешки от радости. Но кузнец, подумав, что он как-нибудь зацепил мешок и произвёл тем самым это движение, ударил по нему кулаком и, встряхнув его на плечах, отправился к пузатому пацуку. Этот пацук был точно когда-то из Запорожья. Но выгнали его, или он сам убежал из Запорожья. Этого никто не знал. Да, это пацука. Здравия тебе, пацука. Всего доброго тебе, пацука. Тебе пришёл. Приходится пропадать мне. Я слышал, ты знаток всех чертей. Скажи, как не найти его? Когда нужен черт, то иступай в черт. Для того ты и пришёл к тебе, пацук. Ни кто, я думаю, не сможет указать дорогу к нему. Тому не нужно далеко ходить, у кого чертся в плечах. Что? Что ты говоришь? Это я, твой друг. Всё сделала я, товарищей друга. Денег дам сколько хочешь. И Оксана будет сегодня же наша. Изволь. За такую цену готов быть твоим. Ну, Ваку, ты знаешь, без контракта ничего не делаю. Что ж, я готов. Я слышал, у вас расписываются крови. Позволь-ка я даст вам оглостик. Ну, что ж, Ваку, пошутила хватит. Изволь, голубчик. Будешь знать, как бадучить на грехи добрых людей. Помилый Ваку, спасибо, что хочешь, только отпусти меня. Что ж, теперь я знаю, что мне делать. Вези меня, сей же час на себе. Ну, да. Петербург, прямо к царице. И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя поднимающимся в воздух. Сначала поднялся он на такую высоту, что ничего не мог видеть внизу. И пролетел как муха под самым месяцем. Так, что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкой. Однако ж, немного спустя он ободрился. И уже стал подшучивать над чертом. Все было светло в жене. Воздух в легком серебряном тумане был прозрачен. И вдруг заблестел перед ними Петербург, весь в огнях. Прямо ли ехать к царице? Нет, страшно. Я слышал, запорожцы едут к Сече с бумагами к царице. Посоветоваться бы с ними. Эй, сатана, полезай ко мне в мешок. Доведи к запорожцам. Здравствуйте, пановые. Что это за человек? А вы не узнали? Это я, бакула, кузнец. Когда приезжали осенью через деканку, покостили немного. Я тогда поставил новую шипу на переднее колесо вашей кибитки. А, это тот кузнец, который молюет важно. Здорово, земля. Мы думаем, чтобы потом взлет побольше. А сейчас же едем к царице. Царице? Они, позволите ли меня взять с собой? Тебя? А что ты там будешь делать? Нет, мы с царицей будем толковать про свое. Возьмите. Черт, проси. Ну, может, возьмем его? Пожалуй, возьмем. Помилуй, маму, помилуй. Встаньте. Не встанем, маму, не встанем. Умрем, а не встанем. Встаньте, я верю. Светлейший обещал познакомить меня с моим народом, которого я до сих пор еще не видела. Чего же вы хотите? О, царицы, не вели казнить, вели миловать. Из чего не в огне будет сказано, сделаны червички, что на стройных ножках ваших. Думаю, ни один швед не сможет сделать такие не во всем мире. Вот бы и моя женка носила такие червички. Если тебе так хочется иметь такие червички, это несложно сделать. Принесите ему башмачки, самые дорогие, с золотом. Хорошо ли у вас здесь одержит? Спасибо, папа. Пример, ты хороший. Возьми себе мои червички, добрый человек. Спасибо, мама. Значит, програды он хороший? Хороший. Хотя бараны здешние не то, что у нас на Запорожье. Эй, черт, веди меня обратно. Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад. И мигом очутился Вакула около своей хаты. Тут, схвативших воростину, отвесил он черту три удара. И бедный черт припустился бежать. После зимы Вакула вошел в сене, зарылся в сено и проспал до утра. А что, если действительно Вакула ушел из села и никогда не вернется? Он же так любил меня. А я снова решился на что-то страшное. Вот червички, которые ты просила. Вакула. Те самые, которые носит царица. Нет, нет, мне не нужно червичков. Я без них тебя люблю. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Молодцы. Ах, как красавцы какие. Посмотрите, в этом году седьмой А. И в пляс пустился. И какой танец роскошный на танцевальный фестиваль сделал. И сейчас с танцем спектакль. Молодцы. Великолепно. Большое спасибо седьмому А. Такое вот радостное начало театрального дня сегодня. Молодцы.